В районе населенного пункта Самсоновка из стрелкового оружия подбили украинский военный самолет. Вот что нам рассказал представитель ополчения. Заканчивалось дежурство в 8 часов утра. Стояли на страже нашей родины. И получается в районе села Самсоновка на блокпосту на нас летел самолет военно-транспортный. Мы отзвонились в дежурную часть. Узнали, не должно быть никаких самолетов. Наш губернатор дал указание, что Ландка, Донецкая область, не должно никаких полетов быть. Я сам подумал. На месте командира отделения дал приказ. Мы с ребятами расстреляли этот самолет. Он ушел в сторону шахты Самсоновка западной, задымился. Далее водителя нам рассказали, что очень был резкий запах керосина над шахтой. Так как он полетел дымящий, правое крыло у него стало дымиться. Он улетел. И за деревьей стало, нам не видно, уже увидели. Было много дыма, столб дыма где-то в районе Лутуина. Уже было в районе аэропорта, было большое столб дыма и все. Ситуацию с подбитым транспортным самолетом украинских ВВС нашему телеканалу прокомментировали и в Министерстве обороны самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По их словам, пилот сумел довезти машину до своего аэродрома, но поставленную перед ним боевую задачу, что естественно не выполнил. Это был нормальный боевой самолет транспортный. То есть он шел на выполнение заданий, в частности на поддержку двум разведывательных диверсионных группам, которые предварительно были тоже скинуты украинскими вооруженными силами в этом районе. Было боестолкновение, группы были рассеяны и вот самолет осуществлял поддержку с воздуха, он должен был еще подвести личный состав. Так что это и речь идет не о бесплотнике, а о боевом.